Виелы, петуни и туи всегда выигрышные растения, признается Марина Сандалова, автор конкурсной композиции «Гусарская баллада». Участок с фонтаном и популярными городскими растениями посвящен юбилею режиссера Эльдара Рязанова. Это ваш любимый фильм и режиссер? Ну, знаете, наверное, да. Я думаю, не только мой. Люди собираются, им очень нравится здесь фотографироваться, потому что целая очередь даже, чтобы фотографироваться. Поэтому я так думаю, людям нравится. Тем более, примирять гусарскую шляпу, это вообще в восторге всех приводит. Именно «Гусарская баллада» стала лучшей в конкурсе ландшафтов на тему «Городские цветы». По мнению жюри, композиция была самой гармоничной на фестивале. Всего в парке «Дружбы» высадили более 120 тысяч растений. Гости праздника любовались буйством красок, покупали рассаду для своих участков и фотографировались с уникальными декоративными фигурами. Сложно выделить какие-то композиции, все очень красиво. Это радует, что городские власти нам устраивают такой праздник для жителей уже несколько лет. И каждый раз все больше и больше масштаб. Однозначно лучше, красивее, зеленее, такие фигуры красивые, места для фотографирования. Ну, нам очень нравится. Мы не жалеем, что пришли. В этом году фестиваль по просьбам жителей перенесли на июнь, приурочили к Международному дню цветка. Цветущие растения теперь все лето будут украшать территорию парка. Июнь сделали, потому что происходит массовая высадка однолетних цветов, когда еще не отцвели у нас многолетние цветы. Посмотрите, сколько радостных лиц, сколько вот с детьми особенно. И сегодня действительно это получился праздник. Организаторы фестиваля обещают, праздник непременно заглянет в каждый парк Самары. Андрей Грагуленко, Василий Колдашов. События.